Радушно, с хлебом, солью, песнями, танцами гостей встречали на въезде в Козинский сельский совет. 10 населенных пунктов, 12,5 тысяч населения, 3767 хозяйств и столица в агрогородке Козинки. Традиционное районное мероприятие День сельского совета – это своего рода ревизия, комиссия, в составе которой члены исполкома, руководители предприятий и организаций, председатели сельсоветов, под руководством председателя райисполкома Елены Павлечко и председателя Совета депутатов Галины Кудиной объезжают сельские населенные пункты. Цель – оценить условия для жизни людей, выявить проблемные моменты, пообщаться с населением. В связи посещаемых объектов – учреждения образования и культуры, здравоохранения и торговли – первой гостей встречала Козинская школа искусств. Педагоги и ребята подготовили для участников мероприятия небольшой концерт. В свою очередь подарок школе – денежный сертификат вручили от имени исполнительной власти и депутатов. Денежный сертификат вручили также Козинскому дошкольному центру развития ребенка. Шесть групп, из которых две санаторные, где обучение ведется по специальным программам. По итогам прошлого года центр занесен на областную доску почета. Козинский детский сад тоже встречал гостей радушно. За последнее время территория сада и сам сад значительно преобразились. Постройка начала 80-х ежегодно нуждается в ремонте. Сад посещает почти полторы сотни ребят, причем практически круглогодично. В качестве поддержки еще один сертификат. Денежный подарок вручили и Козинской школе. Сельская «Альма-Матр» ничем не уступает городским. Почти 800 учащихся – отличные результаты в олимпиадном движении. Козинки с самого начала показали – жизнь в пригороде по качеству не уступает городской. Козинский совет – это один из многочисленных густонаселенных, эффективно развивающихся сельских советов. Но прежде всего это пригород. Поэтому здесь определенные условия, конечно, немножечко отличающиеся от других советов, потому что он бурно развивается, идет в ногу с городом. Мы вот сегодня посетили ряд учреждений, уже видим, какие таланты у ребят, какие школы, садики, социальная сфера вся соответствует самому высокому уровню. В Козинках расположено немало предприятий и организаций, многие из которых активно участвуют в жизни совета. Уборка, покос травы, благоустройство – все эти тяготы целиком и полностью на их плечах. Трудности преодолевают в четком взаимодействии, в том числе и с населением. Результат есть. Все учреждения, они очень стараются принимать активное участие, наводя порядок не только на своей территории, но и на закрепленной. Они выходят на все субботники, которые организовываем, сельский совет. То есть мы сами выходим и наводим порядок, потому что участка ЖКХ у нас не имеется, и надо своими силами. Поэтому та вся красота, которая имеется на территории сельского совета – это заслуга населения и учреждения, организации, которые расположены на территории, а еще которые закреплены решением Респолкома. Одно из самых активных в этом плане предприятия – Мозырь Техсервис. Здесь гостей познакомили с направлениями работы – изготовление сельскохозяйственной техники, оборудование для животноводческих комплексов, техническое обслуживание и ремонт. На молочно-товарной ферме «Козинки Агро» наглядно продемонстрировали, как добиваются результата. Ферма построена в 80-е годы. Четкая организация труда, система поощрений и оплата в зависимости от качества молока. В итоге заработная плата доярок достигает 1500-1600 рублей. Участники мероприятия посетили целый ряд различных объектов инфраструктуры – эколого-культурный центр, магазин, ФАП, почтовое отделение, библиотека и Дом культуры. Все увиденное обсудили на итоговом пленарном заседании.